Картошка, огурцы, помидоры, грибы, чеснок, черник. А это и многое другое есть в ассортименте у тех, кто торгует на стихийных рынках. Выбирая места поудобнее, где высокая проходимость, чтобы скорее реализовать товар, продавцы особо не переживают о том, что предлагают людям приобрести дары природы прямо с земли. До тех пор, пока представитель санитарной службы не начинает задавать неудобные вопросы, на которые у большинства нет ответов. Что же мы стоим здесь? Торгуем. Меня зовут Галина Николаевна, обоснованная санитарная служба. А чего торгуем? Ну что, есть там торговые места, вы видели, оборудование? Нет, нет. Что там не хватает? Не хватает. Фразы о том, что мест на официально разрешенном мини-рынке не хватает, неправда, в этом мы убедились сами. На оборудованных дополнительных местах торговли возможности реализовать свою продукцию хватает, торгую сколько душе угодно. Но почему-то этим пользуются единицы, и такая ситуация не исключение. Возьмем улицу Мопра, торгуют земли, а рядом мини-рынок. На вопрос почему, нам ответили. Потому что людей больше, прохожих, они, да, проходим. И они, вы знаете, они же, вот и забежать сюда, это уже время. Это надо, и некоторые даже не знают, что здесь мини-рынок. А тут все почти тоже деревенские, во всех все есть. Тут сидеть тяжело, будешь целый день сидеть, и назад вот понесешь, ну, обратно домой. А хочется продать хоть на дорогу. Мне кажется, что поэтому. Но нарушают не все, есть и те, кто давно продает по правилам и за качество своей продукции отвечает. Так, на мини-рынке, что во дворе, который расположен на улице Янки Купалы, бойко торгует пенсионерка Елена Дмитриевна. Свою продукцию она выращивает на даче и привозит на продажу в Брест. Порядок на рынках, хоть и маленьких, но должен быть, конечно. Стараемся продавать все, что выращиваем на огородах. Щавель, малина, смородина, чесночок у нас очень хороший. Малина исключительная, прям настолько это не ремонтантная. Сорт очень хороший. Поэтому стараемся все, чтобы у нас было аккуратно, чисто. С целью исключения несанкционированной торговли по инициативе администрации районов, депутатского корпуса и санитарной службы для реализации плодово-овощной продукции, выращенной на собственных участках в городе над Бугом, были оборудованы дополнительные места торговли еще в 2018 году и продолжают устанавливать до сих пор. Но с теми, кто игнорирует созданные условия и продолжает торговлю с земли, специалисты санитарной службы проводят профилактическую работу. На административных территориях области работают рабочие мобильные группы реагирования, в которых включаются заинтересованные службы и ведомства, которые также в рамках своей компетенции принимают при необходимости меры в рамках законодательства. Только за истекший период текущего года на административных территориях по фактам выявления периодической торговли в неустановленных местах было выдано 98 предупреждений, в том числе 48 на территории города Бреста. Борьба со стихийной торговлей ведется, но результат зависит только от бдительности и внимательности покупателей, которые во избежание риска для здоровья несколько раз должны подумать, прежде чем покупать продукцию в местах несанкционированной торговли.